ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через некоторое время после размещения в отеле и обеда черно-зеленые отправились на свою первую тренировку на поле, на котором они будут работать на протяжении всего второго сбора. Дорога до места заняла примерно 5 минут. Впереди у наших ребят немало работы, каждый день по две тренировки. А также, как вы знаете сами, у нашей команды на это время запланировано три товарищеских матча. Первый состоится уже завтра. Ну а сейчас настало время поближе познакомиться с нашими соперниками. По традиции Денис Данильченко подготовил материал Денису Слова. Австрийский город Вольсберг гораздо меньше своего немецкого тезки Вольсбурга. Его население чуть более 25 тысяч человек, но при этом и гораздо старше. Первое упоминание о Вольсберге датируется 11 веком. Футбольный клуб в Вольсберге был основан в 1931 году пятью энтузиастами этого вида спорта. Долгие годы команда с разной долей успеха выступала в низших лигах, не претендуя на что-то большее. Все изменилось уже в нынешнем столетии, в 2007 году, когда два городских клуба, Вольсберг и Сент-Андро, непримиримые на протяжении долгих лет соперники, решили создать кооперацию и назвать ее Вольсбергер Атлетик Клуб. Новый коллектив начал свое восхождение с региональной Бундеслиги, третьей по силе, и за пять лет добрался до высшего дивизиона, после чего кооперация была разорвана, и в классе сильнейших Вольсбергер стал выступать уже самостоятельно, без какой-либо связи с Сент-Андро. В дебютном сезоне 2012-2013 в австрийской Бундеслиге Вольсбергер финишировал пятым из десяти участников. Год спустя выступил чуть хуже, став седьмым. По итогам прошлого чемпионата команда вернулась на пятую позицию, благодаря чему получила право впервые попробовать свои силы в Лиге Европы. Кроме того, Волки дошли до полуфинала Кубка страны, где уступили местной Аустрии. С сентября 2013 года с коллективом работает австрийский специалист Гитмар Кюбауэр. Ему 44 года, тренерскую карьеру он начал 7 лет назад, работал только с клубами из своей родной страны, и трофеев с ними пока не завоевывал. Игроки команды также не имеют широкой известности. Большинство из них австрийцы, но есть и несколько легионеров. В частности, испанский полузащитник Якоба Инклан, бразильский форвард Сильвио Карлос и славянский нападающий Тадей Трдино. В Лиге Европы Вольсберг возьмет старт со второго отборочного раунда, где встретится с победителем пары Гленавон Северная Ирландия, Шахтер Солигорск Белоруссия. К этим играм, первая из которых состоится уже 16 июля, «Волки» готовятся в австрийском Бургенланде. Команда уже успела провести один спарринг. Со счетом 2-1 подопечные Дитмара Кюбауэра одолели венгерский клуб «Видеотон». Спасибо большое моему коллеге за подготовленный сюжет о наших соперниках. Ну а мы продолжаем. И сейчас я предлагаю вашему вниманию небольшое интервью с нашим новобранцем Дмитрием Торбинским, с которым мы пообщались на тему проходящего сбора, а также предстоящего поединка. Дмитрий, стартовал второй сбор. С каким настроением успели ли набраться сил за выходные дни, которые были? Да, отлично провел. Провел время с семьей, отлично провел время. Отдохнул, набрался сил, в принципе. Три дня было достаточно. Но сейчас вернулись к работе. Какие впечатления после первого сбора, после контрольных матчей там проведенных и вообще от атмосферы в новом клубе? Атмосфера отличная. Мне нравится здесь. Меня здесь приняли хорошо. Тренировки были тяжелые, особенно первые 5-6 дней. Но игры были на фоне нагрузок. В общем, тоже было непросто. Это как бы там не все получалось. Но мы, в принципе, постепенно движемся к тому, что хотим в итоге получить. Поэтому у нас еще время. Будет три игры. Товарищеские здесь. И будем дальше продолжать над удушением своей игры. Уже совсем скоро первый контрольный матч в рамках второго тренировочного сбора. С какими мыслями подходите к этому сопернику? Знаете ли что-нибудь о нем? Какие цели в первую очередь, как считаете, должны перед командой стоять в этот раз? Ну, прежде всего, наверное, наигрывать именно то, что мы хотим. Ну, плюс, конечно, результат. В общем-то, может, он не в первую очередь сейчас. Но все равно, как бы, нужно всегда стремиться выигрывать. Поэтому, конечно, хочется победить. Но самое главное, чтобы мы исправили те ошибки, которые были в тех играх, чтобы постепенно подводили себя к старту чемпионата. Спасибо большое Дмитрию Торбинскому. Будем с нетерпением ждать его появления на поле в предстоящем матче. Ну, и не могу я обойти вниманием представителей нашего тренерского штаба. И прямо сейчас интервью Николая Руссу. Николай Иванович, стартовал второй тренировочный сбор. Какой можете итог подвести под первым, под работой, проделанной на нем? И какой план сейчас стоит на вторую часть? Ну, первый сбор был таким напряженным сбором. Мы за этот сбор все-таки хотели добиться от футболистов больших объемов, возможности немножко противостоять утомлению. Ну, это не очень такие приятные вещи. Но за 10 дней, что мы отработали, вот спустя 3 дня перерыва, я вижу, что на сегодняшней первой тренировке все-таки эта работа пошла на пользу. Они стали двигаться быстрее, у них появилось желание все делать быстро, все делать в охотку. Николай Иванович, какой план сейчас стоит работать на второй тренировочный сбор? Будет ли работа столь же интенсивная, что на первом? Или все-таки какие-то корректировки будут внесены? Интенсивность мы не будем сбрасывать. То есть тренировки будут иметь тоже интенсивный характер, но они будут больше игровыми. То есть функциональная подготовка будет в основном основываться на игровых упражнениях. То есть, в принципе, сейчас мы перейдем к более таким скоростным упражнениям, более с высокой интенсивностью. Ну, плюс, что игры, что нам дадут. Я думаю, что с хорошими соперниками этот компонент мы улучшим. Сами сказали про игры. Вот совсем скоро уже первый матч, который откроет программу товарищеских встреч во время второго тренировочного сбора. Чего ждете от этой игры? Что команда должна показать в первую очередь? И что ждете от соперника? Ну, в первую очередь команда должна показывать ту игру, которую от них требует главный тренер. Имей в виду тактику, стратегию. Ну, с точки зрения функции, я уже хочу на этом этапе уже видеть более скоростных футболистов, более таких способных противостоять тому же им утомлению. То есть перебороть себя нужно уже. И я уверен, что уже они это умеют. И на данный этап потихонечку начнем втягиваться уже в саму игру. Напоминаю, что сейчас новые вопросы по поводу предстоящего поединка, а также на тему хода тренировочных сборов отвечал представитель тренерского штаба футбольного клуба «Краснодар» Николай Иванович Русу. Ну что ж, а на этом сегодняшний выпуск нашей программы подходит к концу. Напоминаю вам, что уже завтра футбольный клуб «Краснодар» проведет товарищеский матч против футбольного клуба «Вольфсбергер». Игра начнется в 18 часов по местному времени, следовательно в 19.00 по Москве. Прямую трансляцию этого поединка смотрите на нашем официальном сайте, также на нашем официальном канале в YouTube. Через некоторое время после окончания товарищеского поединка на нашем сайте смотрите его подробнейший видеообзор, а также комментарии его участников. Ну что ж, это у нас будет третий товарищеский матч футбольного клуба «Краснодар». В рамках подготовки к сезону 2015-2016 соперник очень интересный. Думаю, нас ожидает напряженный поединок. Так что внимательно следите за развитием событий на футбольном поле. И, конечно же, болейте за нашу команду. Вперед, быки!